МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут мы вам расскажем. У жителей Караганды появилась отличная возможность получить в подарок новые детские площадки. Подробнее в репортаже Марка Бюшко. Столичный житель остался без квартиры в Караганде. Шахтинский задержан лжетерорист. Столичный житель остался без квартиры в Караганде. По его словам, жилье отобрали незаконным путем. Выиграв апартаменты на аукционе, мужчина так и не смог въехать в законную квартиру. Почему, выясняла Амина Смакова. Калыш Бабаев приехал из Астаны. Два года назад мужчина выиграл на аукционе квартиру, выкупив ее за 4,5 миллиона тенге. Правда, счастливый обладатель столкнулся с небольшими трудностями. Бывшая владелеца выселяться не собиралась. Мужчина подал в суд и выиграл его. И, наконец, после долгих разбирательств, он был готов въехать в свои четырехкомнатные апартаменты. Однако на пороге своего нового дома он увидел нового владельца. Я обратился в прокуратуру Казбекбийского района. Сегодня утром был там. Занимается моим делом. Мое заявление попало Есенбекову Тимуру. Отчество мне не сказали внизу, поэтому я не знаю его отчество. Хотел попасть к нему и объяснить, дать объяснение, раз я уже здесь. Но он по телефону мне сказал, что ответ я получу по почте. Мои объяснения выслушать не захотел. Новый хозяин злополучной квартиры Айдар Абдильдин на переговоры с законом владельцем вступать не захотел. Калыш Бабаев на руках имеет все документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Однако для Айдара Абдильдина это не аргумент. Давайте, если у нас пошло, тогда вы будете встречаться с судей и все. Мужчине остается только ждать письменного ответа от прокуратуры района имени Казбекбий. Другого места жительства у него нет. Уже больше года ему приходится снимать квартиры. А это дело затратное даже для столичного жителя. Амина Смакова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде столкнулись две машины. Авария произошла на Юго-Востоке сегодня около двух часов дня. Один из участников ДТП, нашу съемочную группу, долгое время просил удалиться с места происшествия. Не надо снимать эту группу. Смысл снимать? Произошло просто ДТП и все. Даже грозился применить рукоприкладство. Я вам говорю, не надо снимать. У меня что терпит? Рука приказка что ли нужна? Или что, я же рюкзи отзади? По предварительным данным, молодой водитель автомобиля марки «Мерседес» не справился с управлением и совершил столкновение с «Лексусом». На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, которые установят виновника ДТП. Шахтинский задержан лжетерорист. 50-летний житель города Спутника в состоянии алкогольного опьянения заминировал городской автовокзал. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. Сообщение о том, что здание автовокзала заминировано, поступило вчера около 8 часов вечера. Сюда экстренно прибыли правоохранительные органы, которые моментально эвакуировали людей. Полицейские несколько часов осматривали здание, однако бомбу так и не нашли. По номеру телефона, с которого звонил террорист, установили его личность. Как оказалось, 50-летний житель Шахтинска, приняв на грудь для храбрости, решил таким образом пошутить. По номеру телефона, с которого звонил террорист, установили его личность. Как оказалось, 50-летний житель города Спутника, приняв на грудь для храбрости, решил таким образом пошутить. Но отношение задержанного мужчины возбудили в уголовном деле по статье 242 Уголовный кодекс Республики Казахстан. Телефонного террориста водворили изолятор временного содержания. И теперь за свои шутки он будет отвечать по всей строгости закона. Неудачная шутка о терроризме заставила поволноваться почти всех жителей Шахтинска. Около 300 метров при вокзальной территории было оцепленено полицейскими города, рассказывают очевидцы. Приехали пожарники, милиция, скорая, оцепили вокзал. За неудачную шутку в отношении задержанного мужчины уже возбудили уголовное дело. Подозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва водворили в изолятор временного содержания. За содеянное лжетеррорист будет отвечать по всей строгости закона. Каждый мошенник рассчитывает на любопытство и невнимательность людей. Пользователи сотовой связи «Картел» подверглись атаке мошенников. Чем заманивали абонентов, расскажет Сергей Журавлев. На номера абонентов приходили смс-сообщения с заманчивыми вопросами. А ты любишь кино? Или ты любишь кататься на карусели? Любопытным пользователям сотовой связи осталось лишь только позвонить по номеру и пройти анкетирование. В это время с его баланса снималась приличная сумма. Зафиксированный номер отправителя принадлежит абоненту сотовой связи из Попау-Новой Агвинея. За прояснениями ситуации мы обратились к старшему эксперту по связям с общественностью ТО «Картел» Байраму Азизову. Существует специальные отделы, которые мониторят сеть, нагрузку на сеть и так далее. Соответственно, днем и ночью мы видим определенные колебания на сети и так далее. В данном случае показал определенные колебания на сети по направлению Попа-Новой Агвинея, которые наши специалисты быстро заблокировали. Это не первая атака мошенников на сотовые связи. И раньше были зафиксированы и предотвращены подобные попытки искателя легкой наживы. Мы решили выяснить, у карганицев попадались ли они на уловки аферистов. Что вы думаете по поводу смс-махинаций? Никогда не сталкивалась. То есть вам никогда не приходили смски с просьбой перезвонить, помочь кому-то? А вам когда-нибудь приходили такие смски? Конечно. Что вы делали с этим? Ничего. Оператом не звонили? Просто удалял и все. То есть тебе никогда не приходили смски с просьбой перезвонить куда-то и помочь? Да, были такие. Что ты делал в таких случаях? Ничего, игнорировал. Не было такого. А что вы вообще думаете по этому? Как с этим нужно бороться? Игнорировать? Ну, операторы должны вычислять это. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Далее все самое интересное. Иссык-Куль. Райский отдых доступен каждому. Великолепное горное озеро, песчаный пляж, чистейшая вода, горы, аромат зелени, благоухание цветов. Благоприятные условия для отдыха и лечения. Отдых вместе с Карлыбаш. 42-42-15, 42-42-21. Организуй КСК, получив подарок детскую площадку. Акимат имени Казбекби проводит конкурс среди дворов Караганды «Активный дом – уютный двор», победители которого могут стать обладателями современной детской площадки. Таким образом, власти хотят улучшить условия жилищно-коммунального хозяйства района. Подробнее в сюжете Марка Брюшко. В доме гармошка, в котором проживает свыше 200 детей, существует всего одна маленькая детская площадка. Да и та стоит еще с советских времен. Железо давно заржавело, конструкции поломаны. Жители этого дома одним из первых приняли участие в конкурсе, организованном районным Акиматом и уже готовят документы для создания здесь КСК. Детям негде играть, нет футбольного поля, нет детской площадки. А сейчас есть возможность принимать участие, чтобы нам сделать детскую площадку. Мы хотим, как мы сами представители, мы не сходим в КСК, мы хотели бы создать свой кондоминимум у нас есть и принимать участие. Распоряжением Акима района утверждена конкурсная комиссия, в которую входят специалисты аппарата Акима района имени Казабекби, руководители жилищной инспекции и директор общественного объединения «Мир Добра». В этом конкурсе могут принять участие жители многоквартирных жилых домов, у которых отсутствует форма управления, то есть КСК, ТО и П. Первые восемь многоквартирных жилых домов, зарегистрировавшие КСК, ТО или ИП, в период с 1 июля по 20 августа получают в подарок игровую площадку. Детская площадка, которая может выиграть двор, состоит из пяти элементов. Горка, песочница с зонтом, двухместные качели, шведская стенка и карусель. Результаты конкурса будут оглашены в период с 20 августа по 1 сентября. Во дворах победителей новые площадки обещают установить уже к осени. Совсем скоро вот эти старые ржавые аттракционы будут заменены на новые, но произойдет это только в конце августа. Марк Брюшко, Жасулана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Третий в этом году проект в рамках карты индустриализации запущен в Караганде. Сегодня дан старт новой линии по выпуску рифленых труб для наружной канализации Жако Караганда. Производство стоимостью 450 миллионов тенге не только позволит увеличить казахстанское содержание, но и представит отечественную продукцию на зарубежном рынке. С символичным нажатием кнопки запущена новая линия по производству полиэтиленовых рифленых труб. Такие применяются при прокладке канализационных трубопроводов под землей в зданиях, а также в системе ливневой канализации. Себестоимость будет намного дешевле, чем завозить с Европы и с других стран. Думаем, что с 2014 года, сейчас, так как работаем в Таможенном союзе уже, по другим линейкам нашей продукции, надеюсь, в дальнейшем, тоже 2014 года, будем рифленые трубы тоже. С первого начинать будем, конечно, с Таможенного союза, а потом ближнем за рубежием. Это уже третий проект в Караганде, открытый в этом году в рамках карты индустриализации. Производство обеспечило работой 42 человека. Новая линия позволит увеличить казахстанское содержание на предприятиях областного центра, говорит глава города Мирам Смогулов. Эти трубы будут у нас использоваться, у нас в городе, в целом по Казахстану. До сегодняшнего дня эти трубы привозились из-за рубежа, с Турцией, с Россией, с Германией. Это позволит уже свою продукцию использовать именно казахстанское содержание для наших предприятий. Среди потенциальных клиентов Жако Караганда – компания Караганды Су. Директор по производству Сергей Ролич рассказывает, что рифленые трубы значительно упрощают работу по прокладке наружной канализации. К тому же они гораздо надежнее и удобнее. Эти трубы облегчают наш труд намного. То есть не нужны краны, не нужны много рабочих. И они довольно качественные изготовления. То, что задержка на чугуне и на бетоне сливные, все-таки у них шероховатость больше. У этих труб, даже при минимальном диаметре, хорошая производительность. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Карагандинцев приглашают на праздничный концерт в честь 15-летия Астаны. Он пройдет завтра, 6 июля, в полдень на каскаде фонтанов. Поздравлять горожан будут звезды казахстанской эстрады Акалбек Жеменей и Анна Вундер. По окончанию концерта в 22.00 состоится зажигательная дискотека «Эфейверк». Около 15% казахстанского мяса на экспорт сможет давать только Карагандинская область. При государственной поддержке сельхозпроизводителей через реализацию государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. На заседании Координационного совета под председательством Акима области Боржана Абдишева рассматривались инвестиционные проекты, рекомендуемые для включения в карту индустриализации. Около 10 проектов было предложено на одобрение Координационного совета. Проект, озвученный ТО «Пролюхфлет», стоимость которого составляет 130 миллионов тенге, предусматривает выпуск светодиодных светильников пятого поколения. Планируется выпускать до 8 тысяч светильников в год. Их применение позволит экономить электроэнергию. К тому же стоимость у местных производителей будет на 15-20% ниже аналогичной российской или китайской продукции. В карту индустриализации предлагается включить проект производства по утилизации изношенных шин и отходов резино-технических изделий. Компания «Экоиндастри» берется создать экологически чистое производство по переработке покрышек и наладить выпуск резино-технических изделий для нужд стройиндустрии и населения. Это защита от окружающей среды. То есть шины токсичные. В период эксплуатации они накапливают очень много металлов. Впоследствии этот металл попадает в гнутовые воды, что загрязняет нашу атмосферу. Мы предложили программу для утилизации шин. То есть мы перерабатываем на мелкие фракции. Впоследствии будем получать генерат, то есть сырую резину для вулканизации автопокрышек. На Координационном совете были рассмотрены несколько проектов для развития сельского хозяйства региона. Это и сборочное производство ОАО «Композит Групп» для выпуска зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов «Полесье» и навесного оборудования. Он будет реализован на территории специальной экономической зоны Сары-Арка. Крестьянское хозяйство шельского района «Жандос» предложило создать на своей базе племенное репродуктивное производство. Согласно посланию президента, мы должны 600 тысяч тонн в 2016 году экспортировать. Если этот проект мы полностью осуществим, проект запланирован на 2016 год. С учетом форсированности, я думаю, что мы за 2014 год закроем. Наш проект ориентировочно 1% от этого закроют. То есть я считаю так, что если Карагандистская область самая большая, если таких проектов около 10-15 сделать, то примерно 15% нашего области из этого покроют. Это существенный вклад нашего региона в развитие нашей страны. Был рассмотрен ряд проектов для реализации в рамках программы «Дорожная карта-2020». Это модернизация асфальтобетонного завода в Балхаше, реконструкция рынка в Шахтинске, строительство торгового центра в Абайском районе и ряд других. По итогам заседания Акимобласти Бауржан Абдишев поручил Управлению предпринимательства и промышленности направить проект документов по одобренным проектам в Министерство индустрии и новых технологий. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, 1-й Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет мой коллега Берик Апаров. Он уже в студии. Берик, тебе слово. Ежегодная жеребьевка детско-юнерского турнира «Кока-кола Былгар-Удоб». Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. В Карагандинском дворце спорта имени Нуркена Абдирова состоялась жеребьевка ежегодного республиканского детско-юношеского турнира по футболу «Кока-Кола Белгородоп-2013». В этом году финальные игры турнира впервые будут проводиться в Караганде. Среди участников пресс-конференции были вице-президент Федерации футбола Казахстана Сельда Байшаков, руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской области Наталья Сухорукова и многие другие. На пресс-конференции представители ФФК и управления спорта ознакомились с новой схемой проведения турнира «Кока-Кола Белгородоп-2013», а также с его международными перспективами. Мы надеемся, что турнир пройдет как раньше на высоком организационном уровне. Почему? Потому что мы многие годы проводим в Караганде. Но вы знаете, что Караганде у нас является центром футбола тоже, что здесь очень много уделяется внимания детский юношеский футбол с стороны руководства области, управления туризмом и спортом. Я думаю, что те дети, которые сюда приедут, они будут довольны тем, что они будут играть на хороших полях. В Караганде стартовал первый ежегодный турнир по мини-футболу в памяти экс-начальника ДВД Карагандинской области Нурлана Рахимберлина. Генерал-майор полиции Нурлан Рахимберлин, верой и правдой служивший во благо Отечества многие годы, скончался в январе этого года. Теперь те, кто работал бок о бок с выдающимся полицейским, организовали в его честь большой спортивный турнир. 15 команд из всех силовых структур области приняли участие в памятном первенстве. Заместитель начальника управления кадровой работы областного ДВД Аскар Житпейсов выразил надежду, что этот турнир каждый год будет только развиваться. Этот турнир будет традиционный, будет проходить ежегодно в день рождения Нурлана Армича. Надеемся, что эти турниры будут проходить всегда на высоком, достойном уровне, с большим участием команд. Караганда встретила бегунов из Алматы. 2 июля в Южной столице стартовал спортивный забег ко дню Астаны. Общий маршрут этого забега составил всего 1213 километров. Приняли участие в этой необычно длинной эстафете и наши корреспонденты. В шахтерской столице марафонцев встретили на Спасском шоссе у поста дорожной полиции, что на въезде в город. До этого спортсмены сделали остановку в Балхаше. В забеге приняли участие 15 основных легкоатлетов и один запасной. Дождливая карагандинская погода настроение гостям не испортила. Попали под дождь, несмотря на это все выдержали, все это сейчас бежим, маленько опоздали, правда, за что просим прощения. Дорогим карагандинцам и гостям Караганды передаем большой привет от Алматы. Ну и думаю, что мы в целости, как говорится, в здравии добежим до нашей столицы. Праздничную спортивную акцию поддержала партия Нур-Атан. Именно карагандинские активисты встретили марафонцев и даже не имея спортивной экипировки пробежали с ними несколько метров. В этом марафонском забеге принимают участие не только спортсмены Алматы, но также спортсмены города Караганды, лучшие, и Астаны. Также у нас обычно берут инициативу на себя ветераны нашей марафонцы. Вы, наверное, слышали, есть такой Сиротин, принимал всегда активное участие, потом Асмайлов принимал активное участие в этом марафоне, вот до этого, так сказать. Сейчас они принимаются в других марафонских забегах. Ну, лучшие спортсмены, значит, около двух человек, наверное, с города Караганды. Марафонцы забегом остались довольными, участвовать могли все желающие. Единственное правило забега – смена бегуна. Женщины менялись каждые пять километров, мужчины – каждые шесть. Финишируют спортсмены в Астане, как раз в преддверии юбилея столицы. Амина Смакова, Кайрат Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. Это все новости на сегодня. Напоминает телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Мы желаем вам приятных выходных. Всего доброго. Аман, сау, бонусы, да.